как заработаете миллион сейчас мы вас научим у вас тоже сработать вы делаете и ни хрена не работает сегодня буду говорить вам правду шаблоны вообще перестали работать ну то есть вообще и это первая мысль которую должны прийти я очень хорошо помню как я начинала нужно делать очень красивые альбомы ну конечно же снять офис поставить розовый диван естественно сайт черный и чтобы там летали бабочки более можно же включить еще рекламу и вот только в тот момент когда вообще никто ничего не покупал и когда деньги перестали поступать со спонсорского пакета моего мужа и когда он сказал эти животрепещущие слова не пора ли тебе олечка задуматься о том чтобы пойти на работу нам нечего есть чем вот больше на дно мы проваливались больше появлялась идеи поэтому это хорошая новость если у вас прям сегодня все плохо у вашего мозга большие шансы вы можете победить в этом это джингл балл джингл балл дальше я не помню ну что ребята новый год совсем скоро и конечно же все будут загадывать желание и естественно что все все загадают это желание точно знаю все скажут хочу заработать в следующем году много денег миллион или еще что-нибудь ну и сегодня расскажу вам собственно без чего в бизнесе много денег не заработать и без чего не победить я вот та самая ваша нелюбимая оля ермилова которая говорит сучка правду сегодня буду говорить вам правду так что пожалуйста берите чашечку кофе сегодня не будет никаких спецвыпусков никаких и левых людей которых вы не любите комментировать смотреть вообще замечательные обожаю вас поэтому сегодня будет много просмотров и можете заранее поставить мне лайк потому что я старалась я снова с блокнотиком все прописала чтобы ничего не забыть и так конечно же деньги деньги и деньги эти любимейшие хотел сказать другое слово на любимейшие деньги энергия а то что мы страшно любим и не любим не любим потому что мы от этого очень сильно зависим любим потому что мы без этого не можем и когда они у нас есть это же кайфово идти покупать подарки куда-нибудь ехать все время тратить тратить чувствовать себя таким вот богом изобилия и роскоши это круто и конечно же в какой-то момент каждый из нас нормальный задается вопросом как этих денег получить больше как сделать так чтобы вообще хватало у меня например мечта иметь карточку но первая часть мечты осуществилась есть карточка много но так что знаете тратить 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 и никогда не заканчивались деньги и никогда не смотреть на ценники если кстати вы тоже этого хотите обязательно напишите в комментариях что я хочу безлимитную карту давайте будем накапливать энергетически наши цели но сегодня у нас бизнес тематика поэтому придется говорить о бизнесе и конечно же вот это вот формулировка как заработать много денег без чего не победить что нужно сделать конечно же одна из самых запрашиваемых потому что нам всем очень хочется готовый рецепт как приготовить оливье и нам дается рецептик и мы готовим и у нас даже получается если мы взяли ту колбаску те огурчики в общем ручки как-то так правильно свернули так или иначе у нас получается если вы возьмете ингредиенты для оливье и сделаете как написано у вас может получиться хуже но у вас получится конечно в бизнесе мы тоже точно так же хотим делать именно поэтому мы покупаем бесчисленное количество тренингов мы ходим на все возможные конференции где тема звучит как заработаете миллион и все очень страшно этого хотим и вообще для каждого человека вот это шаблон того как достичь какого-нибудь успеха он очень является фееричным но сейчас страшная тайна внимание уже какое-то время назад мы четко увидели что шаблоны вообще перестали работать ну то есть вообще причем есть еще более ужасная новость шаблоны когда-то работали то есть когда-то можно было взять рецепт того как запустить бизнес и реально его запустить и реально заработать денег но что в общем то этому предшествовало отсутствие конкуренции отсутствие рынка отсутствие понимания как это работает и в принципе первые люди которые начали шевелиться кто-то уехал в америку кто-то пошел подсмотреть и просто начал банально копировать у него это стало получаться и пошли эти все тренинги когда мы начали рассказывать делай 1 2 3 4 5 у тебя так будет и люди начали делать это стал работать и вот с тех самых времен есть какой-то пласт людей которые рассказывают о том как они 100 тысяч лет назад делали 1 2 3 4 5 у них сработало и поэтому сейчас мы вас научим у вас тоже сработает вы делаете и нихрена не работает в чем печалька у них же работала а у вас нет и вы знаете что поражает больше всего поражает больше всего то что вы по-прежнему ходите на все эти чудесные замечательные конференции слушаете прекрасных людей которые разбогатели энное количество лет назад которые рассказывают не те истории как они сегодня в залипонов сидят и что происходит сегодня они рассказывают вам о том как это было тогда прекрасно и вы такие видите и что вы сидите вы хотите это повторить правда да ну чего могу сказать вот у меня например пятилетняя дочь ела садится на все шпагаты я тоже хочу это повторить она села на все шпагаты в неделю я тоже очень хочу несколько лет пытались и пока никак не получается потому что ему свое время и нужно было ли это делать тогда деточки когда твои кости были молоденькие а сейчас уже нужно поднапрессе и так мы все очень сильно хотим шаблоны мы все очень сильно хотим какие-то конкретные шаги но как я вам уже сказала об этом нужно перестать думать и этот план нужно отнести в сторону нет шаблонов нет и это первая мысль которую вы должны прийти но кто-то из вас может сказать я проходил какой-то тренинг как настроить рекламу и я научился настраивать или я проходил тренинг как снимать видео и я научился делать или я проходил у тебя какой-то тренинг и я научился и это прекрасно и вы должны понимать что тренинг это инструкция по эксплуатации определенного инструмента то есть вам говорят что вы научим вас снимать на эту камеру но никто не говорит что вы будете гениальным оператором который будет много зарабатывать вы научитесь как настраивать рекламу вы поймете принцип алгоритм как это делать вы поймете как устроен инстаграм но это не означает что вы заработаете миллион в этом инстаграме поэтому тренинги однозначно нужны и тренинг это переход из точки а в точку б когда мы учимся выполнять некий процесс и получать некий результат но вот связан насколько он с деньгами и вот эта история про то что вы получаете в результате не в контексте продукта а в контексте денег вот это уже совершенно другая история заметьте когда а музыканты хореографы кто угодно чему либо учатся учат мы все проходим какие-то определенные шаги да все знают там классические позиции 1 2 3 позиции ног где-то слышали дорами фасоли седо в конце концов это гениальная штука но как много крутых музыкантов вы знаете мы умеем сами рифмовать слова села оля на тополе и увидела бася кто такой бася это кто-то в карася ну вот в принципе но это не означает что я могу написать хотя может быть и могу сейчас я подумала что пора бы закрывать то все я пошла писать гениальные книги повторюсь какие-то вещи которые все учатся все знают и все умеют совершенно не означает что мы можем превратить это в талант какой-то гениальный классный продукт который мы сможем продать поэтому чё делать когда я начинала например свой бизнес мне казалось первым а свадебное агентство в далеком 2008 году каждый раз это называетесь и ты прочувствуешься старой бабкой но присмотритесь я еще ничего а в далеком 2008 году когда я открывала агентство бизнес значит я очень хорошо помню как я начинала я считала что нужно сделать очень красивые альбомы фотографиями а всех ведущих известных а каким-то красивым декором а и музыкальными группами и вот альбомы если у меня будут фотками это все решит поэтому я напечатала как это неимоверное количество альбомов на какую-то неимоверная сумму денег я помню как мы с сергеев заплатили 500 долларов запечатать фотографии на секундочку и вот это была первая часть потом потому что могу сделать для своего бизнеса дальше конечно же снять офис поставить розовый диван естественно красивую мебель и чтобы было все комфортно да я это сделала потом я подумала что еще сайт черный и чтобы там летали бабочки бабочки и не сделали бабочки они как жуки ползали по сайту и потом вдруг мы подумали блин можно же включить еще рекламу мы не знали вообще что такое реклама как это работает мы наняли каких-то челоков и получилось челноков короче мы как-то наняли они нам настраивали каждый месяц сбрасывали вот так вот там 10 переходов на сайт и 10 просмотров и все я сидела и ждала пока позвонят есть все сделала для своего бизнеса ну все ну тупо что еще можно сделать для бизнеса я сделала все и идеи на этом так то есть я считала что значит недостаточно клиентов они тупые конце концов раз не понимают не могут разглядеть что офис то есть журналы я купила рекламу в журналах и даже обложки и даже начала что-то писать и вот только в тот момент когда вообще никто ничего не покупал и когда деньги перестали поступать со спонсорского пакета моего мужа и когда он сказал эти животрепещущие слова которые я так ждала выходи замуж за богатого мужчину не пора ли себе олечка задуматься о том чтобы пойти на работу нам ничего есть скоро будет и вот эти гениальные фразы они как бы начали мой мозг включать типа что 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 я конечно долго не хотела этого слышать но чем вот больше на дно мы проваливались чем меньше денег становилось чем больше нарастали долги вообще от уровня вот этого моего моей жизни в голове вот так вот вот делся больше появлялась идей что делать оказалось что идей очень много потому что чем больше нас душит жизнь она как бы нас не душит раньше думала что она нас душит и делает нам плохо она знаете есть такие детские игрушки в сеточке такие их так сжимаешь и так из них так вылазит вот она тоже так она говорит сейчас я тебя сожму мужчины не смотрите этот кадр я так сожму крепенько тебя и ты сразу увидишь много идей это я тебе не плохо делаю это просто идеи с тебя выжимаю эти все идеи начали лезть так появились книги семинары вебинары все что угодно я стала популярным блогером популярным преподавателем популярным организаторами даже не заметила как деньги начали идти потому что очень много идей было идеи просто перли и перли они именно от ужаса и от страха они от комфортной жизни от того что мой муж ежемесячно обошлял десяточку баксов на зарплаты сотрудникам которые там сидели и рассказывали что чашку пофи я не буду носить я не офис менеджер я менеджер не офис менеджер есть разница и соответственно вот когда денег нет и когда сильно зажимает тогда мозг начинает аккумулироваться поэтому есть хорошая новость если у вас прям сегодня все плохо у вашего мозга большие шансы вы можете победить в этом так что делать прежде всего научитесь выдвигать гипотезы огромное количество гипотез того что можно было бы сделать на тему чтобы получить результат со временем вы научитесь дурацкие гипотезы сразу убирать потому что что такое гипотеза гипотеза это некие варианты которые мы будем проделывать но давайте так с вами когда мы например плывем где-то в океане и мы такие плывем на лодочке и думаем не нырнуть ли нам здесь мы берем баллон с воздухом я так говорю как будто бы я дайвер я вообще боюсь воды ну предположим мы берем баллон с воздухом ныряем ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля посмотрели нет это не та округа мы вынырнули взяли поплыли куда-то в другую сторону поужинали вечерком приятно взяли другой баллончик и не занырнуть ли нам здесь и все это классно но как вы понимаете есть гораздо более веселенький вариант того как выдвигать более точные гипотезы как не нырять везде вот и 35 тысяч лет я потратил на то чтобы изучить глубины океана нет есть один баллон одно место и как бы у баллона там есть на два часа кислорода и ты ныряешь и ныряешь максимально глубоко потому что точно знаешь что на поверхности ничего нет вот и тупо понимаешь ты сейчас или сдохнешь нахрен там или тебе надо что-то найти соответственно у тебя есть одна попытка и ты перед тем как нырнуть все-таки что-то изучаешь ты все-таки начинаешь думать куда конкретно тебе дойти на этой лодке почему ты ныряешь именно туда ты взвешиваешь изначально и делаешь для себя ну это тоже риск но это гораздо более обдуманный риск поэтому когда вы вообще начинаете какие-то дебильные гипотезы тестировать это означает одно у вас еще не все так плохо потому что когда будет плохо ваши гипотезы будут лучше в детстве я очень любила фильм о котором 20 гостей из будущего если вы его любили то вы наверно догадываетесь что я любила его очень судя по тому что мою дочь старшую зовут алисой и вот если вы помните у алисы селезневой и вообще и у космических пиратов была главная цель заполучить милофон милофон это было такое чудесное аппарат который позволял читать мысли других людей вот вы знаете я неоднократно по сей день мечтала о том чтобы у меня был такой милофон для того чтобы проходить вот например я живу в новопечерских липках страшно элитный район просто страшно и у нас тут все бизнесмены и просто без исключения особенно когда проходишь по первым этажам у нас 358 салонов прибыльных наверняка и успешно с салонными ремонтами у нас нас есть все шумные магазины они правда периодически закрываются в общем ракировочка происходит регулярно так вот мне всегда было интересно так подойти знаете каким-то аппаратиком и так вот показатели все посмотреть сколько вложил сколько человек работает через сколько тысяч лет они могли бы окупиться если бы к ним кто-то приходил и так далее безусловно не все бизнесы такие ну по крайней мере за пределами но есть бизнесы и другие где есть реальные показатели и где интересно их узнавать и вот как раз когда я начала свои чудесные прогулки с ютюбом я начала знакомиться с предпринимателями приходите говоришь ребят я буду спрашивать вас про цифры и вот те люди которые работают в рынке они готовы говорить про цифры что значит в рынке они работают за те деньги которые они получают или они привлекают инвесторов но это не история про то что мы просто вливаем деньги которые откуда-то мы взяли и у нас не задача зарабатывать нет рыночные люди они конкурируют в рынке и это всегда интересно и вот я поняла что я получила благодаря ютюбу некий такой милофон когда я могу откровенно поговорить с людьми иногда при выключенной камере потому что не все хотят рассказывать о своих показателях но в принципе обсуждать более и рассказывать о том что они делают сегодня это очень круто потому что когда ты можешь поговорить с человеком услышать не его историю тридцати летней давности о том как он заработал деньги кстати мой супруг сергей ермилов который начинал в строительном бизнесе очень много людей говорят оль почему он до сих пор не занимается строительством блин реально чего он до сих пор не занимается чем-то он выпустил недавно трилогию три огромных поста где он рассказал свою историю о том как он первых десяти тысяч долларов заработал первый миллион а вы можете зайти к нему на страничку в фейсбуке не гуглите пожалуйста муж ольги ермилова я вас умаляйтесь запросов уже миллион сергей ермилов человек который взял мою фамилию естественно загуглите его найдите его в фейсбуке и почитайте эту чудесную историю и попробуйте приложить ее 31 декабря в момент когда будет сбой курантов к лбу ну к середине к восьмому глазу 3 тут 8 найдите его измерьте линейкой и возможно эта история зайдет и вы тоже возьмете 10 тысяч долларов положите под стол они вас превратятся в миллион конечно я шучу но суть такова что опыт который был какое-то количество лет назад ничего кроме вдохновения и мотивации принести вам не может хотя я до сих пор не понимаю почему людей мотивирует как другие зарабатывают миллионы для это страшный бесит например просто страшно месяц почему почему он почему я поэтому повторюсь о очень круто то что я получила сегодня возможность узнавать что делают люди сегодня я конечно же как настоящая женщина которая любит продавать подумала как умеет возможность использовать чтобы всем рассказать и чтобы все могли это использовать но это другая история и так какой же секрет важен дальше когда вы начинаете тестить все эти гипотезы что обычно происходит сегодня я воодушевленный такой да я буду делать сейчас это происходит и какого-то тренинга после моего видосика такой накачанный сейчас вы делаете 1 2 3 у вас не получается или результат не сразу и вы успокаиваетесь вы говорите это херня это не работает или это не для меня или я подожду или у вас еще есть вообще миллиард вариантов в вашей голове почему нет вы знаете я каждый раз сравниваю это со спортом потому что я смотрю на танцоров на гимнасток и кстати сама начала тут новенькие штучки для себя делать и я вот чувствую себя каждый раз коровой которая не может сделать три шага моя дочь пятилетняя танцует лучше чем я это отвратительно это просто ужас но я понимаю что для того чтобы начало получаться нужна регулярно и вот теперь это слово запишите себе большими буквами регулярно что нужно сделать чтобы у вас в жизни было вообще регулярно чтобы тестили гипотезы вы регулярно потому что когда мы тестим гипотезы есть такая штука мы рано или поздно получаем результат обычно не тот который мы прогнозируем и поэтому не прогнозируйте себе результат но мы его обязательно получаем мы получаем какую-то из точки а мы шли в точку б мы получили c но . c дала нам идею как перейти дальше то есть именно действия дает нам возможность получать что-то другое экспериментировать и в итоге становиться гениальными такой бизнес джаз назовем это так так вот первая моя дочь вы понимаете что нужно срочно рожать дочерей то что там либо я сдам вам в аренду дорого но они очень круто работают значит моя первая дочь когда пошла на гимнастику и начала вот такая быть очень офигенная растянутая я же вспомнила про эту свою дурацкую цель шпага которая была 300 тысяч лет я поняла что ну надо как бы эту цель либо выполнить этого подсказочка к новому году либо выполнить либо хватит ее писать но я точно поняла что шпага там по себе со мной не случится не так ну там подарить мне что-то могут например а шпагат мне никто не подарит и я поняла что нужно этим заняться поэтому первое что я сделала это я в принципе нашла школу по шпагатам а второе не пришлось писать ее регулярно график когда попала на первое занятие я поняла что полное бревно без шансов легкого шпагат вообще не будет я поняла что мне нужно тренироваться три раза в неделю и я сделала это не по принципу остаточному типа когда у меня будет время мне никогда не будет время смиритесь с этим у вас никогда не будет время на то что вам там нужно поэтому я просто писала это в график и начала херачить мой первый шпагат правый корявый перекошенный балеринский его по разному называют произошел через 10 месяцев мой левый шпагат не произошел еще третьего он уже патеречный шпагат я вообще не знаю когда он произойдет но однозначно я все время тренируюсь я однозначно чувствую как мне становится лучше легче кайфове а я продолжаю к этому идти уже сделав это часть своей жизни так вот момент регулярности для бизнеса крайне важен и нам очень сильно не хватает я замечаю вдохновение вот такого простого момента как вдохновение потому что когда мы начинаем что-то делать у нас не получается а рядом с нами еще люди которые они очень-то радуются не очень хотят возможно чтобы у нас получилось а это могут быть наши самые близкие люди ну там мужик или женщина которой нужно вот сказать что он работает на работе и это правильнее или родители которые хотят вам добра и которые просто не хотят чтобы вы занимались этой херней как они говорят ну вы же получили в конце концов образование педагогическое между прочим должны обучать людей да пусть немного но когда-нибудь президент страны делает что вам повысит на 0 3 процента а зарплату и будет классно и вот мы за счет этого не можем никак себя мотивировать мы только так изректо где-то знаете как вот как кусочек конфетки ночью под кроватью нашли там когда-то отгрызанной нашей собакой и радуемся этому но также нельзя же прожить сладкую жизнь в конце концов хочется много поэтому что нам делать с этим вдохновением нам нужно его каким-то образом иметь а что такое вдохновение я задала себе этот вопрос что такое для меня вдохновение в бизнесе как я уже говорила не совершенно не вдохновляют истории минувших лет то есть они меня когда-то вдохновили 300 лет назад но я же не могу вспоминать ранний оргазм 16 лет и считать что я его испытываю каждый день ну типа тупо я хочу сегодня я хочу сейчас точно так же и в бизнесе я хочу вдохновляться сейчас и вдохновляться сейчас чем не тем что было когда-то и кто-то мне рассказал а тем что сейчас происходит потому что сегодня проблема в том как я уже сказала что больше никаких шаблонов нет сегодня если ты хочешь зарабатывать деньги ты должен научиться думать ты должен изучив вот эти нотные все это основы а вы ты должен научиться с этим работать и безусловно ты можешь изобретать сам и есть такие классные люди но мы сегодня все так или иначе делимся каким-то опытом и первые вопросы которые всегда задаю я и задают мне а в моем бизнес окружении когда мы с кем-то общаемся это про сегодня что сейчас меня спрашивают только в ютюбе а деньги тебе это сейчас приносит а вот и запустила вот это а ты на этом зарабатывала а ты сейчас так отдел продаж строишь никто не говорит дай мне тренинг все спрашивают про то как сейчас что ай-мейлы вот я помню ты на имейлах там сколько зарабатывать и сейчас на имейлах зарабатываешь или нет а зачем тебе телеграм-канал а скажи пожалуйста и мы все время говорим о том что сейчас и наше самое классное вдохновение как раз происходит тогда когда мы делимся тем что вот сейчас я это запускаю а вот это я сделал а вот это я сделал она сейчас не работает поэтому это нужно отложить мы все время говорим про сейчас я вам могу сказать что вот это сейчас которое было в начале 2019 года и в конце это совершенно разные сейчас поэтому для меня является как раз вдохновение регулярное общение с людьми из самых разных ниш это очень важно все время мне задают вопрос например когда спрашивают личные консультации которые мы сейчас наверно в неделю проводим сергеем минимум по пять штук и все время мне пишут такой вопрос в инстаграме чаще всего в бире ольга а вот вы вот в этой теме разбираетесь а вот в этой теме вы уже давали кому-то консультации вот мы не понимаем одного что быть в теме не всегда хорошо потому что когда мы находимся в какой-то теме мы так или иначе достаточно шаблонны мы смотрим друг на друга кто-то кого-то копирует обязательно и мы шаблонны и очень круто когда мы берем какие-то инструменты какой-то опыт и какое-то вдохновение а других ниш потому что по факту велосипед изобретен но я всегда старалась принести в свой бизнес что-то из других ниш именно поэтому я настолько успешно было есть и надеюсь что буду своих проектах потому что я очень люблю миксовать очень люблю создавать коллаборации идей с разных бизнесов потому что это позволяет в ней ярко выделяться среди всех на своей нише там где я нахожусь и собственно вот этот момент вдохновения и побудил нас создать inside business school потому что когда я поняла что в нашем окружении есть много людей которые которыми мы общаемся у некоторых мы берем интервью с некоторыми мы просто пьем кофе а с некоторыми мы бы хотели это сделать чего уж там скрывать а мы подумали о том а почему бы нам не создать такой новый проект формате обучения не тренинги где там вот я тебя научу не момент там каких-то мастер-классов а именно очень тесное регулярное общение в онлайн формате с людьми которые сегодня создают рынки людьми которые сегодня конкурируют которые сегодня работают которые сегодня готовы за счет того что это предприниматели работающие в рынке рассказать что они делают это правило не те истории которые публично вещают со сцены потому что со сцены ты должен за 40 минут или за 30 а бывает и за 20 рассказать что-то очень мотивирующие прорекламировать свой бренд или правило мы слушаем рекламу а мы как раз строим наше общение с нашими инсайдерами мы назвали людей инсайдерами именно потому что они мало того что находится внутри своего бизнеса они рассказывают о том что там внутри происходит и мы это сейчас начали делать формате такого нашего ну как бы не могу сказать что интервью но где-то так где мы задаем очень откровенные вопросы а по поводу того как работает этот бизнес сколько в него вкладывается что сегодня работает что не работает у каждого такого инсайдера есть какая-то очень сильная сторона благодаря которой он все выстраивает кто-то выстраивает очень крутые системы такой наш инсайдер например как максим плахтий который айтишник вообще и он построил стал самым крупнейшим билетным оператором который продает какие-то неимоверное количество билетов ежедневно именно потому что он создал систему благодаря которой вообще все не электронное стало электронным огромное количество всех разных крутых людей которые свой кто-то создает например ира добруска владелица сети салатейра у которой сейчас это неимоверное количество людей персонала и представьте это все обычные люди как макдональдсе она делится опытом ее ключевая компетенция как благодаря вот обычным людям можно выстроить большие бизнесы с крупными оборотами абсолютно разные люди маленькие большие но когда ты говоришь с ними откровенно и не готовы тебе откровенно отвечать и сразу же говорят очень просят чтобы эта информация не находилась в таком доступе где можно просто зайти и посмотреть это эксклюзивные договоренности непосредственно с нами это супер круто потому что каждую неделю представьте себе вы можете наблюдать общаться задавать вопросы по своему бизнесу этим людям всего два часа в неделю регулярное вдохновение это же не мега супер круто и я например сейчас очень горжусь этим продуктом а очень много у нас планов потому что наша ключевая задача которую мы для себя поставили это собрать как можно большее количество участников нашей школе и для того чтобы это сделать мы даем нашему продукту максимальную ценность то есть у нас сейчас уже еженедельно начинается с января еженедельная встреча каждую неделю плюс еще 5 встреча идет когда один из инсайдеров просто раскладывают свою нишу например он там заниматься салонным бизнесом он вообще рассказывает как это все работает из чего состоит эта ниша на чем на ней вообще зарабатываются вот все они для чего мы это делаем потому что когда мы узнаем как в принципе устроен какой-то бизнес там рестораны вообще мы можем опять таки взять что-то для своего бизнеса взять какие-то интересные фишки и модели и таким образом наш мозг автоматически прокачивается и вдохновляется это наша регулярная такая подпитка это супер классно и мы сделали для сейчас для того чтобы у нас было как можно большее количество людей мы сделали очень низкую цену это во-первых а во-вторых мы сделали бессрочный а абонемент но по крайней мере вот какое-то время мы еще будем продавать бессрочный абонемент что значит бессрочный это означает что вы платите один раз не за мастер-класс не за месяц не за год а вы просто один раз платите и получаете возможность найти так вот включиться в розетку и все время от нее питаться и как раз когда мы задумывали inside business school мы задались таким вопросом каким образом нам сделать такой продукт чтобы вдохновение у предпринимателей не заканчивают потому что знаете как бывает даже в фитнес-клуб ты ходишь ходишь раз у тебя закончился абонемент и у тебя есть еще 24 пункта куда тебе нужно потратить те деньги которые вот сейчас тебе придут и ты думаешь но абонемент я чуть-чуть отложу сейчас мне нужно в бизнес кинуть еще куда-то вкинуть вот эта проблема окончания денег она все время тебя стопорит потому что сегодня есть огромное количество мест куда я хочется внести и поэтому вот этот универсальный пакет я очень жду магазин например одежды где я могу заплатить один раз и всю жизнь одеваться или магазин продуктов где я могу заплатить один раз и все время брать там продукты или машину один раз купила и все время мне ее меняют без всяких доплат мне кажется очень прекрасные бизнеса вот мы уже сейчас это сделали и я очень хочу чтобы новый год мы начинали с нами я очень хочу чтобы вы вдохновлялись чтобы вы понимали что сегодня работающий бизнес это думающий бизнес что сегодня да это боль для предпринимателей что больше нету шаблонов но нам нужно давать пищу для нашего мозга нам нужно научиться зажигаться от этого понять что тогда когда мы овладели азами самое время начинать писать свою музыку становиться гениальными композиторами гениальными танцорами гениальными бизнесменами и все что нам для этого нужно это просто окружить себя людьми которые по сути хотят того же самого делают то же самое и вместе с ними сделать такую бизнес-оргию от которой мы сойдем с ума и именно на этой чудесной ноте конечно же я хочу вас поздравить наступающим 2020 годом ребята новая десятилетия новая эра и я хочу чтобы все у нас получалось я безумно вам благодарна каждому из вас за то что меня смотрите за то что кто-то говорит что канал без ермиловой лучше я обещаю вам что не будет хорошего канала без ермиловой потому что ермилова остается я безгранично благодарна каждому из вас за то что вы досмотрели этот выпуск до конца за то что вы со мной за то что вы поддерживаете меня своими лайками не пожадничайте на новогодние выпуски обещаю что в следующем году я по-прежнему буду оставаться с вами буду думать за тем каким будет этот контент что мы будем вам давать но я хочу чтобы вы были максимально прокачанными максимально горели ваши глаза и какая бы жопа не случалось вы помнили о том что на самом деле это жизнь таким образом дарит вам цветы букет и говорит детка ты можешь я в тебя верю до встречи друзья через год он случится ровно через неделю и и Субтитры сделал DimaTorzok